Концерт «Тракторные заводы» вступил в новую фазу своего развития. Такое заявление сделали сегодня на расширенном совещании в Чебоксарах с участием руководителей Внешэкономбанка, концерна и покупателей продукции. В конце 2016 года утвердили программу финансового оздоровления концерна, а сегодня обсудили стратегию развития предприятий гражданского дивизиона, запуск производственных линий и наращивание объемов производства. С подробностями Татьяна Молокова. В прошлом году с конвейера не вышел ни один трактор. За пять месяцев 2017 года уже 46. С открытием кредитной линии в четыре раза увеличилась производительность трудам. Налицо на рост промпроизводства. Предприятие получило от Внешэкономбанка 3,9 миллиардов рублей. Это позволило погасить долги по зарплате и возобновить производство. Пока не поступил первый транш от ВЭПа, с нами сразу же считались долгами на зарплате. Увеличился выбор статуров, сразу же появились деньги в заводе. Покупали запчасти, поступают новые рабочие, молодежь. Потому что очень устарел коллектив. Сейчас заплату увеличилось. Народ идет. Сейчас на промтракторе работают две с половиной тысячи человек. Руководство предприятия заявляет, что готово принять на работу еще 600 рабочих. Заместитель председателя ВЭПа Петр Золотарев подчеркнул, что вопрос закрытия такого мощного предприятия никогда не стоял. Даже в самые сложные времена искали пути выхода из кризиса. Для внешнеэкономбанка не важно, кто владеет. Важно, чтобы были рабочие места, были сохранены компетенции, развивалось производство внутреннего продукта в стране, чтобы платились налоги. Постановление производства на промтракторе – серьезная победа для всей республики. Ведь работа по реструктуризации долга и открытию кредитной линии шла долго. Незаметно для многих и порой без видимых подвижек. Не все верили в успех, но общими усилиями удалось сделать главное. Средства были выделены, а долги погашены. Мы как раз сегодня выверяем все те мероприятия, которые были запланированы в оздоровлении нашего концерна тракторные заводы. Должны, используя все инструменты, все рычаги, которые есть, комплексно оценивая и те возможности, которые внутри самого завода есть, дальше, конечно, определить план мероприятий, чтобы на втором этапе мы еще сделали многое для того, чтобы, во-первых, обращаю как раз внимание, прежде всего, потребителей, чтобы восстановить то былое доверие на принципу уважения доверия к нашим производителям. Восстановить доверие покупателей – сейчас основная задача руководства предприятия. Время не ждет. Завод обеспечен комплектующими и материалами. Уже налажен сборочный процесс. К концу третьего квартала этого года предприятие планирует получить положительный финансовый результат. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.